Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Посмотрите, какой чудесный комментарий я получила в Инстаграме. И это видео я собиралась записать прежде всего, потому что под моим видео о моей цыганской обуви, о этом трэше, который я для себя прикупила, застряв в каких-нибудь 90-х годах, я на самом деле не сама себя цитирую, я по памяти воспроизвожу те комментарии, которые мне запомнились в особенности, которые очень часто попадают в Инстаграм. У меня в Инстаграме очень классная собралась группа, на самом деле, подружек, мы постоянно обсуждаем. На самом деле, я выкладываю, и многие-многие проходятся, потому что действительно некоторые комментарии, они блещут либо юмором, либо чем-то еще. Так вот, именно под видео, в первый раз на моем канале, об обуви, которые я показала, высказались некоторые минималисты, которые совершенно точно понимают мой минимализм, если так можно сказать. Это видео я записываю, предвещая многие комментарии о том, что я попыталась оправдаться за свои покупки. Вы знаете, мне не нужно этого делать. Более того, моя закупочка обуви, на мой взгляд, очень-очень минималистична. Я купила ровно столько, сколько мне нужно, ровно того цвета, который мне был нужен, ровно той фактуры и по той цене, которая меня совершенно точно устраивала. Так вот, появились комментарии в первый раз о том, что да, меня понимают. Но очень интересный момент был затронут. У Яны написали так про меня в комментариях, минимализм во всем, кроме того, что касается одежды и обуви. И вот здесь я бы хотела отдельно остановиться и осветить эту тему прежде всего для людей, которые шагают по пути минимализма, которые, возможно, иногда сомневаются, нужно им это или нет, которые, возможно, никогда не вставали на путь минимализма. Такие зрители тоже есть, они мне очень часто пишут, что первый раз вообще о минимализме услышали на моем канале. Мне это очень-очень приятно. Я всегда говорю, что минимализм меняет жизнь. Я считаю, что минимализм – это та концепция, философия, которую можно и нужно попробовать любому среднестатистическому современному потребителю. Потому что, возможно, свершатся такие открытия, как я люблю говорить, которые приведут на самом деле к удивительным результатам, ваша жизнь поменяется. И очень многие, я считаю, это заслугой моего канала, который совмещает в себе вот такой фэшн, гламур, очень часто контент и минимализм в одном флаконе, я считаю заслугой моего канала то, что действительно очень многие зрительницы и зрители первый раз от меня слышат о минимализме вообще, как о концепции, о философии в жизни. Так вот, дорогие зрители, могу сказать и хочу сказать, что в определенный момент, в том, что касается потребления, очень важно прийти к пониманию того, что для тебя достаточно, что ты хочешь носить либо иметь в этой жизни, чем ты хочешь себя окружать. И несмотря на простоту этой фразы и формулировки, это очень сложно сделать. Раньше, возможно, если бы я купила подобную обувь в том же самом количестве, то, что меня бы сопровождало, это чувство неудовлетворенности и очень часто чувство вины за то, что я снова потратила деньги, но купила не совсем то, что мне хочется. Так вот, могу вам совершенно точно сказать, что да, помимо того, что я являюсь на самом деле в некоторых аспектах стопроцентным минималистам, и это позволяет мне экономить огромное количество денег, даже уже огромное количество денег, огромное количество пространства и собственного времени. Но концепция минимализма помогла мне прежде всего делать другой выбор в отношении тех вещей, которых я хочу иметь достаточно для себя. Но, возможно, кому-то это может показаться слишком много. Я всегда говорю, что минимализм – это не о том, чтобы было мало чего-то. Минимализм – это о том, чтобы было достаточно для тебя конкретно. И мы все понимаем, что для кого-то достаточно две бутылки для уборки квартиры, а кому-то достаточно одной бутылки. Либо вообще водой водопроводной можно убираться, если, допустим, в доме нет маленьких детей, дезинфицировать поверхности не нужно. Часто меня, опять же, спрашивают, точнее, кидают мне аргумент в отношении моих роликов об уборке, что я ничего не дезинфицирую. Во-первых, я дезинфицирую, но я могла бы этого не делать, потому что по статистике, по исследованиям, если вы будете интересоваться, на чистых поверхностях не может ничего размножаться. Если вы каждый день делаете влажную уборку просто вода и тряпка, то на ваших поверхностях ничего не будет. Со скоб там, скорее всего, будет чистый, приятный и хороший. Поэтому, да, кому-то нужно 10 бутылок, а кому-то ни одной бутылки. И то, и то будет эффективной, хорошей, качественной уборкой. Но последствия такой уборки для нас с вами, для наших детей, они могут быть разные. Так вот, минимализм позволяет, прежде всего, понять, сколько тебе нужно. И могу сказать, что то, что я купила и какого вида я купила, кстати, больше всего меня удивили комментарии в отношении этой обуви, что не количество впечатлило людей, а то, какую обувь я выбрала. Так вот, как мы одеваемся, как мы выглядим, какого цвета у нас стены в доме. Они могут быть красного цвета, я часто говорю, но дом при этом может быть очень минималистичным и незахламленным. Это все, прежде всего, наш личностный выбор, то, как мы себя ощущаем. И то количество, оно для кого-то максимальным может казаться, а для кого-то даже недостаточным. Я показывала свой холодильник, и многие охают и ахают, и думают, что мои дети недоедают. Ну нет, вы знаете, моим детям, я думаю, что по моим видео ставкам, благо YouTube разрешил вставлять собственных детей, собственных детей в свои же собственные видео. Соответственно, в общем-то, мне кажется, очень часто по моим детям видно, что они бодры и веселы. Ну и отдельно в этом видео мне бы также хотелось затронуть, затронуть очень интересный вопрос, тем более, что у меня есть очень много блогеров в моих зрителях. Вопрос, сколько же стоит минималистичный контент, который выпускает тот или иной автор, который выбирает для себя минимализм, как основную тематику, как было когда-то для меня. У меня было две основные темы. Это минимализм и, в общем-то, то, как можно хорошо и просто и классно выглядеть, тратя немного денег, точнее, не тратя много денег и не тратя много времени. Я могу вам сказать, что контент о минимализме по совершенно прозрачным причинам это самый, либо один из самых недорогих, полезных контентов здесь на YouTube, который создают авторы. Блогеры и авторы практически ничего не зарабатывают на этом контенте, потому что, ну, всем понятно, что минимализм – это уж как минимум видео о непокупках, о сокращении потребления, о zero waste, которые невозможны без сокращения потребления. Соответственно, если я являюсь рекламодателем шампуня, если я являюсь рекламодателем до чего угодно, буду ли я свою рекламу вставлять вот в такой контент? А если буду, то насколько, точнее, сколько мало я готова за это заплатить? Мы все понимаем, что видео, где рассказывается о дорогой машине, о дорогих поездках, о дорогих покупках – это так называемый дорогой контент. И, соответственно, реклама того же самого шампуня, той же самой зубной пасты будет стоить там за один показ гораздо-гораздо больше, чем видео у любого, у любого автора, который затрагивает тему о минимализме. Поэтому прежде чем писать мне, либо любому другому автору, что он хайпится на теме минимализма, стоит очень хорошо подумать и это сделать элементарно, проследить элементарную эту логическую цепочку, а настолько ли выгодно автору освещать тему минимализма, если только это действительно не является частью, большой частью его жизни. Потому что в итоге блогеры, которые выходят с определенной тематикой, так или иначе, начинают выпускать влоги, начинают опускать свою аудиторию, свою жизнь, рассказывать о себе. И если многие начинают рассказывать о концепции минимализма в их жизни, то, возможно, это происходит просто потому, что они действительно так живут, а не потому, что они пытаются хайпиться, пытаются заработать на популярной теме, которая действительно очень популярна. YouTube объявил, точнее, не YouTube, а Google сделал исследование и рассказал о том, что вот концепция простой жизни, жизни на минимальном потреблении – это тренд на англоязычном Google, на англоязычном YouTube. На англоязычном YouTube прежде всего, и эта тенденция, безусловно, рано или поздно захлестнет и русскоязычный YouTube. Но пока на данный момент записывать контент о минимализме крайне-крайне невыгодно. Более того, я являюсь блогером, который скоро получит уже кнопку, будет иметь стотысячную аудиторию, которая является, наверное, редким примером того, что ничего не рекламирует, просто потому, что это противоречит концепции моего канала. Недавно мне, кстати, поступило очень интересное предложение от одного из крупнейших банков России. Этот банк ходит в десятку, за что мне, вернее, мне было это очень приятно. Ко мне обратилось пиар-агентство, которое занимается продвижением того или иного продукта, который делает этот банк. И, в общем-то, мне предложили рекламировать один финансовый продукт, который, на самом деле, мне показался не лишен смыслом. Это действительно определенная система кредитования. Но случается так, как, например, было со мной. У меня заболел зуб, я поехала к стоматологу, отдала 1300 евро. То есть не всегда эти деньги есть в кармане, не всегда они свободны. А вот такое бытовое, скажем так, кредитование на 3 месяца без процентов, именно такая суть этого кредитования, на мой взгляд, кажется, на мой взгляд, может быть очень и очень даже полезной. Но пока даже на такую рекламу, которую, которая, скажем так, в концепции моего канала, я логически могу ее себе объяснить. Кстати, вот недавно у нас тоже была ситуация. Мы ехали в Паду и нас ударили сзади. Точнее, я не была в машине. Мой муж ввел габрюшечку. Все, фары нет, выложи из кармана определенное количество евро, чтобы свою машинку починить. А без фары ездить нельзя. А ребенка в школу возить нужно. Соответственно, вот такие действительно траты бывают. Но, тем не менее, пока у меня нет никакой рекламы, как и у многих блогеров-минималистов, либо которые так или иначе затрагивают концепцию минимализма, просто потому что, ну, действительно, это нелогично. Это противоречит тому, что ты говоришь. Поэтому как-то так, дорогие зрители. А видео это было, на самом деле, о том, что я хотела сказать ту вещь, которую очень многие поняли. Для того, чтобы иметь смелость и желание выбрать себе вот такую обувь, как выбрала я, которую, возможно, раньше бы я не выбрала, мне бы казалось, ой-ой-ой, что обо мне подумают, какой, возможно, кич, какая цыганщина. Нужно действительно очень четко понимать, что тебе нравится и что ты хочешь как потребитель прежде всего, потому что минимализм именно об этом. И именно минимализм удерживает меня от совершенно ненужных мне покупок и позволяет совершать те покупки, которые стопроцентно мне приносят радость. Эти покупки для меня стопроцентно полезны. Соответственно, я по традиции в конце каждого своего видео, надев свою фальшивую улыбку, конечно же, и посмеявшись, как фантомас, я на самом деле всем своим зрителям этого желаю. Прийти к такому состоянию, когда вы совершенно точно знаете, что вам нужно, что вас радует и за что вы готовы заплатить. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.